Лодка колотится в сонной груди, и вы повисли, целуют, включится, в локте выключены. О, погоди, это ведь может со всяким случиться. Да не, ну давно на гитаре, я там с детства, с 10 лет, что ли, там, играл, как все пацаны во дворе, три аккорда учил. Вот, а я-ка возьму пацанов, гитару, да, сделаем группу. И, кстати говоря, мы как-то сидели после съемок, что-то выпивали, да, и там блюдо было такое, грудь пилота. И Саня смотрит, говорит, а что такое грудь пилота? Говорит, ну это куриная грудинка официантка, говорит. Ну что, Саня говорит, эх, надо было назвать грусть пилота. Я говорю, ух, какое клевое название, Саня, запишу. Так что да, и вот с того времени появилось с подачи Саши название группы. Все, и играем вот так вот. Короче, 15 лет будем отмечать, даст Бог, доживем до осени. В октябре на мой день рождения будем отмечать 15-летие группы. Выходит пятая пластинка, пишем это пятый альбом. Ну что, мы, короче, все пишем, да, брак. Да, у нас времени нет, ты же видишь, экономия эта-то вечная. Так что вот тоже у нас Саня, Саня, он как с нами же, говоришь, с первой песни, у нас такое, знаешь. Один раз у нас было комфортно, когда в Конче-Заспе мы поехали, был дом. И вот там было, как у людей, конечно, там снял. Один раз у нас мои видео тогда шикарное сняли, кстати. А так мы пишем здесь, на подвалах, у нас все, как у людей. Все, спасибо. Круто. Поехали. Так, ну что, Шева, разобрали? Так, ну давай, пацаны, пойдем. Малой, тоже все отлично, только давай тоже немножко, это, по звуку. Чуть, не надо, блядь, расколпашивать, все равно чуть сжато. Тем более не забывай, что Саня пишет, по звуку берем. Тут все в рифме должно быть, понимаешь? И надо за Шева идти, потому что как большин Шевтер тут ведущий, главный. Гитары так, гитары поддерживают, основные клавиши, вот, блядь, клавиш. Блядь, давно не слушал, я электрогитару, а что, блядь, это 6 струн, или что это? Где, блядь, где, блядь? Да ты взял, ты вот. Ну, сад, я, блядь, не видел уже 100 лет, я, блядь, электрогитару, я тебе все время же на этом играю, на. А, поиграй эту тему. Акустики играю. Что ты не напрягал, что ты сработал? Да, уж он в том, что есть. Получится, значит, зашит. А, перекурим, давай 5 минут, начинай писать, пацаны. Так было круто, конечно. А что, альбом, это да? Ну, быть, ну, два. Я там с детства, с 10 лет, что ли, там, играл, как все пацаны во дворе, три аккорда учил. Вот, а я-ка возьму пацанов, гитару, да, сделаем группу. И, кстати говоря, мы как-то сидели после съемок, что-то выпивали, да, и там блюдо было такое, грудь пилота. И Саня смотрит, говорит, а что такое грудь пилота? Говорит, ну, это куриная грудинка официантка, говорит. На что Саня говорит, эх, надо было назвать грусть пилота. Я говорю, ух, какое клевое название, Саня, запишу. Так что, да, и вот с того времени появилось с подачи Саши название группы. Все, и играем вот так вот. Короче, 15 лет будем отмечать, даст Бог, доживем до осени. В октябре на мой день рождения будем отмечать 15-летие группы. Выходит, пятая пластинка, пишем это, пятый альбом, да. Сантем, ну что, мы, короче, все пишем, да, пока... Да, у нас времени нет, ты же видишь, экономия эта-то вечно. Так что вот тоже у нас Саня, Саня, он как с нами же, говорит, с первой песней, у нас такой, знаешь. Один раз у нас было комфортно, когда в конче заспе мы поехали, был дом. И вот там было, как у людей, конечно, там снял. Один раз у нас мои видео-то шикарное сняли, кстати. А так мы пишем здесь, на подвалах, у нас все, как у людей. Все, спасибо. Круто. Поехали. Так, ну что, Шева, разобрали? Так, ну давай, пацаны, пойдем. Малой, тоже все отлично, только давай тоже немножко, это, по звуку. Чуть, не надо, бля, это, расколбашивать, все равно чуть сжато. Тем более, не забывай, что Саня же пишет, по звуку берем. Тут все в рифме должно быть, понимаешь? И надо за Шева идти, потому что как бы Шевчер тут ведущий, главный. Гитары так, гитары поддерживают, основные клавиши, вот, блядь, клавиши. Блядь, давно не слушал, я электрогитару, а что, блядь, это шесть струн, где что это? Это, блядь, это шесть струн, где, блядь. Где ты взял, то? Слушай, я не видел, да, я, блядь, не видел уже сто лет, наверное, Электрогитара, я тебе все время же на этом играю, но... Акустики играю. А что ты не затрагал, что ты сработал? Да, уже полчаса, а перепурием, давай пять минут, начинай писать, пацаны. Так было круто, конечно. А что будет Амстердам? Ну, будет назваться. Амстердам будет, ну, потому что это любимый город, во-первых, и потом, у нас одна из ярчайших поездок была с группой в Амстердам, тем более мы там 10 лет мечтали, и он, пацанам, лет 10 назад сказал, мы поедем когда-нибудь в Амстердам, они мне не верили, ну, вернее, так. А потом все-таки мы доехали до Амстердама, это была самая лучшая поездка. А я был раз 20 в Амстердаме, это мой один из любимых городов. Это город, в который я переехал бы завтра жить. Ну, как бы вот, если бы мне было предложение, вот я бы там комфортно чувствовал себя, как в Одессе. Я бы жил полгода в Амстердаме и полгода в Одессе. Вот это моя мечта. И базу нам взять, да, зиму мы в Амстердаме, наша база там, в этом, на Байкер-стрит, в клубе Байкер-стрит, а летом мы в Одессе. Зачем нам с Одессы куда-то ехать? Наша Ницца в Одессе, короче, ребята, и Монако наша в Одессе. Зачем нам с Одессе. Зачем нам с Одессе, короче, я не попрос. Байкер-стрит, блядь, остановись, сука, либо ты проснешься, либо я тебя уебую. И там расщат, блядь, ты че там засыпаешь? Ты ритм слышишь, блядь? Ты ритм, блядь, слышишь? Как вчера играли на кухне. Берет спит, блядь, я тут тебе бит, ебаный, блядь. Пизду я, блядь, поэтому запись меня так не устраивает. Это до жопы сейчас, вот эта запись. Она до жопы, блядь. Она гораздо лучше, вчера была на кухне, блядь. Я ебал, блядь. Пиздец, блядь, нормально, блядь. Мы только наверх, он спит, блядь. Да нахуй пробуйте, если оно не идет. Мы не та группа, блядь, что мы пробуем. Мы либо сердце рвем, нахуй, либо ты, блядь, сука, просыпаешься. Пиздец, блядь, сука, просыпаешься. Без дубля. Лодка колопится в сонной... Вот риф груди. И мы побесы, целуют в кончайце. Локтем уключен, его пораи. А это ведь и может со всяким случиться. Ну ничего, стоп, нормально, мы знаем. Ну, не, нормально, Валер, набрали, не надо. Тут кто же говорит, тут вот есть куски очень хорошие, из них надо компилировать. Но мы когда клипуем, все-таки я думаю, мы клип будем снимать, там, конечно, Шева будет главной, это будет чистая вода. Бар, топер, блядь, один луч, пол улица, блядь, дым мы курим, стоим за фоной, и главное будет Шева. И мы такой ебнем, клип будет, у меня клип готов, блядь, я клип. Блядь, серый снимет, одним кадром, либо нем клип, просто одним кадром, знаешь, как заходим в салон, блядь, Шева играет клавиши, я с микрофоном, вы рядом, блядь, и все, одним кадром у нем бенит, панорама такая будет. Родная Шева, у меня представление... Все одним планом, смотри. 200 гривен могу тебе, Шева, да? Нет, нет, смотри, либо потом, что пиздец, я говорю тебе, полная шопа, блядь. Я давно руки чешутся, я рэп, уже у меня такие наметки есть. Я рэп хочу, у меня ж кумир Тупак Шакур. Тупак Шакур и сегодня живее всех живых. Вот как Тупак хочется зачитать. Хоть уже 60 скоро, но все равно рэп я почитаю. Мечтаю на Лину Васильевну Костенко прочесть рэп. У нее стихи гениальные, я считаю, это она... Вот если говорить про современных поэтов, кого я знаю, Саня Кабанов, которая пишет стихотворение по-русски все, и Лина Васильевна Костенко, которая выключена украинскую мовую. Причем такую мовую, что просто вот поэзия реальная, вот это украинская мова. И я думаю, ей бы тоже любопытно было, и она бы, может, не против была, если мы потом даже выложим где-то это, знаешь. Вот. Ну, Жадан, ну как, Жадан, не знаю, Жадан. Ну, нормально. Ну, только ему писать надо. Я ему тогда говорил, он писатель, пиши, зачем, я не очень понимаю, зачем Жадан поет там. Вот я не очень понимаю, честно говоря. Ну, как бы хобби, ну да, прет человека на здоровье. Но он пишет гораздо круче, он хороший писатель, мне нравится как писатель. И я же намного читал. Но если говорить о музыке, это не мое, тотально не мое, понимаешь, абсолютно. Я бы с удовольствием взял, когда мы на улице играли. Там шикарный звук, пиздец какой был. С Шавхетом, когда Высоцкого, считай по-нашему. Там же звук ебнутый. Ты видел, там просмотров сколько. Ну, вот тоже. Вот я тебе говорю, так даже, даже как она записана. Я люблю эстетику телефона, я ебал. Все сейчас в эстетике в другой. Понимаешь? Блядь, а кого ты привез? Как кого? Кого ты просил? Ебтарь, ну это же не он, блядь. Я же сказал тебе на фото, худой, блядь, такой щуплый. Это ж кабан рыжий, блядь. Так, сука, и вон еще и Мастюшка, сука, паровозик на руке, блядь. Как не вон, он же, сука. Это не он, брат. Блядь, ну ничего. Блядь, сейчас поменяем. Мини-сериал придумали с Серегой Олимпиевым. И в ТикТоке можно увидеть, у нас там, по-моему, 8 тысяч подписчиков. Пока немного, но люди смотрят, молодежь смотрит. То есть придумали, знаешь, как формат такой себе. 30 секунд, 40 секунд серии. Камеру взяли даже не такую, как у тебя, а на мобильный телефон. Все, два хороших актера гонят, и все. Два следопыта. Толя Глушняк, которого играю я, и Феликс Ватман, который более моложе следователей, который заточен на вот этих... Все, познали. Вот идем к Жеке домой, на реальную кухню, где все самое лучшее у группы Грузь-пилота и происходит. Опа, так, тут аккуратно-то посмотри. Так, заходи. Ваня будет негра, ты вот. Сами без демонов. Я режиссера играю, Казимир Дедович. Режиссер. Опа, Глаша, вот наша главная героиня. Вот она. Глаша, у нас съемка сегодня, давай. Сегодня я тебя снимать он будет. Глафира. Глафира. Опа, опа, Валера, тут и Валера, и камера. Смотри, тут сколько всех. Все, все, новый человек. Опа. Валера. Заоруживать заходил, да, Валера? Да, заоруживать заходил. Так, Вашенька, и кажется, давай. Я пока за ним не сожраю. За меня делаешь пенсию. Я за ним не сожраю, вот так. Мои кухни, потому что у нас частенько там происходит. Люди все говорят, а что вы живете, а где бухло? Говорим, а что вы бухло в кадр не ставите? Я говорю, да нет у нас бухла. Да не гоните, сука, видно, что вы накатываете, блядь. Я говорю, да клянусь, все время. Потом уже, правда, мы раз коньяк достали, говорим, ладно. Все говорят, о, ну наконец-то видим, что кухня так настоящая. Кухня, по соточке, в саде. Да, да, да. Пилосы прошут, что лутерброды наливай, важно, важно. Это история. Чем богатым? Чего нужно переехать? Отсутствие бухла в кадре всегда из-за того, что оно не успевает до кадра дойти. Это классика. Жалко, нельзя передать запах при этом. Так, сейчас. Да, так что по кухне тебе Жека должен все рассказать, потому что на самом деле все случилось здесь. Вот как бы все самое вот кайфовое, что происходит, это происходит здесь на кухне. А как это получалось, пришла идея, чтобы на кухне устраивать эти штуки? Бухали. И решили однажды, что надо восстановить кухонные посиделки, которых, в принципе, мало здесь, тем более в эфире. Вы только с талантливыми людьми и по зону сердца. Ты видел луна какая-то, пиздец? Ты видел полнолуние? О, пивнолуние? Кстати, киевский район старый, Шулявка. Ты что, кава? Ты что, кавуся? Женя, я же можно тоже чуть-чуть. Так я потом лучше кава с конечком, Женя, я сейчас... Карасок, карасок. Привет, Днепр. Это Алексей Горбунов и группа «Грусть пилота». Приглашаем вас 27 февраля в 19.00 в Днепровская филармония на наш музыкальный спектакль «Черное счастье». У Франции все, пиздец. Во Франции это минус зарплата сразу 40%. Сразу, блядь. Вот услышал продюсер, съемочный день 40%. Нахуй! Это если... Это не надо уже все, это я во Франции сказал сюда. И вот когда ты попадаешь в такую обстановку, я говорю, блядь, я мечтаю вот так жить, блядь, в кино. Вот так, когда все, сука, приходят на съемку уже так заточены, блядь, что ни телефона не может быть, ни где-то исключено, блядь. Даже инфаркт будет, сука, он будет стоять, ждать, когда скажут «стоп», и тогда схватится за сердце, скажет «дайте мне врача, блядь». Вот так, люди умирают там, потомки. Ну, погнали. Здравия, да. Нет, ну, нет смысла, лучше все конец, чтобы чуть-чуть, я не знаю, замызешь, другая картина. А как первая любовь, а сердце жжет, а вторая любовь, Она к первой лезет, ага, как ты видишь, Любовь, крючь дрожит, санки, Крючь дрожит, санки, Чемога, руки, Крючь дрожит, санки, Крючь дрожит, санки, Чемога, руки. Последний финал, вот он, раз. У нас, у нас шляпы. Мы просто делаем хоп и поклон. Вот это и есть финал. Ну, вот этот свет отличный. То есть аплодисменты включаем в зал, как обычно. Все, свет замечательный, звук. Корректируй, Валера, если надо все, спасибо, вот так оставляй. Когда сядут люди, вот я думаю, что вот эта глубина, вот эта глухота, которая нам нужна, что очень звенит сейчас вот так, знаешь, как. Но все равно главное быть в ритме. Я не люблю, что, знаешь, и меня тоже, Валера, понимаешь, голос садится, деда. Там вот как ты подтягиваешь, за мной на припеве обязательно. Хорошо. Здрасте. А можно с вами сфотографировать? Да, давайте, ну-ка, сфотографируй. Да. Какая премьера. Есть, нажимайте, пацаны, мне переодеваться надо, парни. Это же, я же на работе, это же как у меня. Боевая подготовка. Мы здесь уже были, один из первых наших концертов был, по шкатулке. Здесь еще, по-моему, холодно было тогда очень. И вот зима? Да, зима была, и мы тут напились очень сильно. Кстати, сейчас бы я бахнул кусяшечку, конечно, для голоса. Вот чуть-чуть-чуть. Оп-оп-оп. При наличии такого чая нормально. О! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Из окна вид на даль Там откуда взялась печаль Где вроде жив и здоров И где вроде жить нет души Там откуда взялась печаль Виктор Цой, ведь сегодня жив и все живы Печаль Да, Виктор Цой Спасибо за то, что вы были с нами Это была программа на кухне Ужеки Группа груз-пилота Алексей Горбунов До свидания До свидания До свидания До свидания